Кандидатов много и кажется, что все они разные, но обещают они одно и то же. Это даст людям рабочие места и справедливые пенсии. Это даст Украине сотни тысяч новых рабочих мест с высокой заработной платы. Открываем шлях для развития среднего класса, инвестиций. Только политика открытых дверей привлечет инвестиции в промышленность и сельское хозяйство. Поднимем экономику. И наконец наполните государственный бюджет. Украину атаковано. На нашей земле вновь льется кровь. Олег Ляшко знает, что такое бороться с коррупцией один на один. Виталій Кличко не будет мириться с коррупцией на всех рівнях. Для Украины шляху до европейской родины. Ставим европейской, демократичной страной. Все кандидаты обещают и делают практически одно и то же. Используют одни и те же инструменты. Тратят миллионы. Но одни вдруг отстают в политической гонке, а другие вырываются в лидеры. Ответ в том, что кандидаты-победители используют незаметные на первый взгляд приемы и технологии. А также допускают меньше ошибок. Рассмотрим самые элементарные. Ошибка первая. Неверное определение ценностей и ожиданий избирателей. Принято считать, что для основной массы людей в Украине важнейшими ценностями являются инвестиции, рабочие места, зарплаты и пенсии. На президентских выборах 2014 года многие кандидаты именно это и обещали. Это даст людям рабочие места и справедливые пенсии. Это даст Украине сотни тысяч новых рабочих мест с высокой заработной платой. Только политика открытых дверей привлечет инвестиции. А победил кандидат, у которого в рекламе агитации об этом не было практически ни слова. Безусловно, деньги и работа для людей перед выборами были важны, но не являлись их терминальными ценностями, определяющими их выбор на голосование. Ошибка определения установок избирателей до сих пор одинаково допускается кандидатами, как в рамках страны, так и в рамках отдельных небольших мажоритарных округов. Они дарят избирателям гречку, протпайки, тонометры, а люди выбирают других. Правильно определяйте истинные ценности избирателей. Для этого используйте специальную методику СИ-опросов. Ошибка вторая. Воздействие в рекламе и агитации только на сознание избирателя. И отсутствие приема воздействия на бессознательное. Просто говорящий в видеорекламе человек в основном воздействует на сознание. Для влияния на когнитивный механизм выбора избирателя больше воздействовать следует как раз на бессознательное избирательное. Телереклама дает отличные возможности для такого воздействия. Элементарные ошибки в воздействии на избирателей присутствуют также в наружной рекламе, в риторике и в печатной продукции практически всех кандидатов. Вне зависимости от того, что вы размещаете в видеорекламе на билборде, плакате или листовке, за размещение вы платите одну и ту же сумму. Вспомните примеры, когда можно завесить рекламой всю страну и пролететь на выборах. Эффективность и результативность вашей агитации рекламы определяется исключительно ее содержанием. Вот пример. Сейчас я покажу две абсолютно идентичные по содержанию монохромные картинки. Прочувствуйте, одинаковые ли эмоции ассоциаций они у вас вызывают. Вот первая картинка. Запомнили эмоцию? Теперь такая же картинка. И как? Эмоции ассоциаций такие же? Вряд ли. Если мало убедительно, вот еще пример. Чтобы не обижать никого из политиков цифрами, пример из родственной социальной рекламы. Вот первая картинка. Запомнили ваши эмоции? А вот другая картинка с таким же посылом. Печать и размещение первой и второй обходятся в одинаковую сумму. Исследования показали, что эффективность второй больше в 13,6 раза. Воздействуйте больше на бессознательный избирателя, чем на его сознание. Для этого используйте методику оценивания политической рекламы и агитации из четвертого поколения политтехнологий. Ошибка третья. Несоответствие видео или аудиофона смысловому посылу. Какой из наших постсоветских избирателей не мечтает иметь много денег, жить в роскоши и владеть собственной яхтой? Если избирателю показать глубоко сидящую в нем его мечту и сказать, что это плохо, то у избирателя вместо желания голосовать за вашего кандидата будет вызван когнитивный диссонанс и сильное желание избегать этот диссонанс, то есть избегать вашего кандидата. Рекламный ролик выполнен по схеме качели. Сначала попытка вызвать негатив, связанный с кандидатом-соперником, а потом нужный вам кандидат выводит эмоции в позитив. Идей на ролик правильный, но в реализации допущены ошибки. Такой же диссонанс вызывает и поздравление с победой, с праздником на фоне песни журавли и изуродованных городов. Сегодня праздник омрачен. На нашей земле вновь льется кровь. Страна разделена баррикадами. В руках у людей оружие. И все это ассоциируется с рекламируемым кандидатом. Идея ролика при реализации также искажена. Коварство таких ошибок несоответствия в том, что они не только не добавляют рейтинг кандидату, но и неосознанно повышают его антирейтинг. Добивайтесь полного соответствия видео и аудиофона смысловому посылу агитации. Для этого используйте методику оценивания политической рекламы и агитации из четвертого поколения политтехнологов. Некорректно реализованы приемы ореола и переноса эмоций. Украинский, как и многие другие народы, в основной массе это верующие люди. Политики давно поняли, что ореол веры и религии добавит им от избирателей до 10% к рейтингу. Однако изображения храмовых зданий воспринимаются человеком хотя и как культовые, но не более чем красивые архитектурные шедевры и дают сравнительно малый эффект. Полезные для вашего рейтинга эмоции ассоциации будут вызывать действия, демонстрирующие вашу связь, вашу дружбу с Богом и его наместниками. Вот здесь, обратите внимание, кандидат расположен к нам лицом и не просто общается со священником, а фактически получает благословение. Также в политической рекламе любят использовать прием переноса эмоций ассоциаций с одного объекта на другой, рекламируемый. Главное простое правило – сначала показать эталонный объект, вызвать связанные с ним ассоциации эмоций и уже под эти эмоции подставить свой требуемый объект и связать его с еще не ушедшими эмоциями. Обратный же порядок – сначала свой объект, а потом эмоциональный эталон ошибочен и бесполезен. Перенос на нужный вам объект такой порядок не даст. Создавайте эффект ореола на основе действий. Для переноса эмоций показывайте сначала эмоциональный эталон, а затем свой объект, а не наоборот. Исправляйте эти и другие ошибки с помощью методики повышения эффективности политической рекламы и агитации из четвертого поколения политтехнологий. Ошибка пятая. В рекламе и агитации отсутствует четкий призыв к действию. Подвисающая в воздухе концовка рекламы имеет низкую эффективность. Ради будущего наших детей и внуков. Мир превыше всего. Рабочих месть. Встановлю ему справедливость. Залог экономического процветания в единой стране. Михаил Добкин – единая страна. Достойную жизнь каждому украинцу. Я вирю в Украину. Вирю в нашу перемогу. Слава Украине! Добавить до 2% к эффекту от политической рекламы можно с помощью простого и четкого указания, ожиданного от избирателя действия. Например, вот такого. Уже в первом туре обрати президента Украины. 25 травня. Прийди и голосуй. Жути по-новому. Петро Порошенко. Указывайте в политической рекламе агитаций четкий и прямой призыв избирателя к действию. Для определения эффективных призывов используйте методику структурированного интервью из четвертого поколения политтехнологий. Ошибка 6. Работа рекламы кандидата в пользу его конкурента. В уже известном вам рекламном сюжете Юлии Тимошенко при демонстрации вожделенных и приятных избирателям денег, роскоши и яхты, положительные эмоции напрямую переносятся на так называемого кандидата от олигархии. На самом деле, этим только рекламируя его и добавляя ему положительных оценок избирателей. Еще и прямо призывая проголосовать за него в первом туре. Более того, попытка привязать кандидата конкурента к олигархам, напротив, только добавила ему голосов. Перед президентскими выборами Игорь Коломойский в своей деятельности создал у избирателей исключительно положительный патриотический образ олигархов. И сегодня я положительный герой. Получается, что Игорь Валерьевич невольно, в некоторой степени, помог поднять рейтинг Петру Алексеевичу. А самое главное, реклама Юлии Владимировны не то, что не работала на нее, а работала против нее и абсолютно четко и мощно была на пользу ее сопернику по выборам и помогла ему победить. Можно ответственно заявить, что без этой рекламы у Юлии Тимошенко было бы больше голосов на президентских выборах. А если средства от этой рекламы были бы направлены на эффективную агитацию, то это дало бы двойной положительный эффект. Мы выбираем единого кандидата от олигархии уже в первом туре. Верю в нашу перемогу. Избегайте невольной агитации за соперника в своей рекламе. Для исправления ошибок используйте методику факторного разложения рейтинга и методику структурированного интервью. Выигрышный ход. Ассоциация своего кандидата с раскрученной темой и тенденцией. Перед президентскими выборами 2014 года в Украине для повышения явки все и везде призывали прийти на выборы и проголосовать. Прийди на выборы 25 травня. Мы это и 25 мая и отправимся на выборы все вместе. Приходь на выборы 25 травня. Прийди 25 травня на выборы. Приди на выборы. Прийдите на выборы и проголосуйте. Удачно присевший на эту тему Победивший впоследствии кандидат фактически сделал так, что за него невольно агитировали все, даже центральная избирательная комиссия Старайтесь подсадить агитацию кандидата на информационную струю Для выявления таких возможностей используйте методику структурированного интервью Эти элементарные ошибки и выигрышные ходы на первый взгляд очень просты, но все они имеют тонкие нюансы и особенности Именно поэтому ошибки кочуют из компании в компанию и от кандидата к кандидату Главное для выбора не то, каким есть кандидат, а то, каким его считают избиратели Важно не столько, что кандидат им говорит и показывает Таким образом воздействуя в основном на сознание избирателей Например, в Украине голосуют по сознательным убеждениям только 5,3% населения А важно, какие эмоции и ассоциации кандидат вызывает у электората И крайне важно соответствовать этих ассоциаций бессознательным ценностям и установкам избирателей Агитируйте правильно Заходите на сайт infoexpert.com.ua